Так, давайте с вами посмотрим сейчас, что из себя представляет вот эта наша правая часть в коде, сайдбар, и немножечко его изменим также. Переходим в наш файл индекс HTML, спускаемся ниже, так, и вот после в div.id.content у нас он заканчивается, и затем идет div.id.sidebar. Вот, и он, видите, достаточно объемный, и он состоит практически исключительно из списков, вот ограничен вот этими двумя divами. То есть идет список, несортированный, ul, unordered list, и в нем идут элементы, li, li, каждый из которых является в свою очередь еще вместилищем для другого списка, несортированного. Вот, я предлагаю, чтобы сейчас, как бы, не путаться в этих всех тегах списка, не писать, как бы, их вручную, потому что это обычная система разметка. Я сейчас подготовил уже, как бы, другой, более такой простой, понятный вариант, который использую в своем примере. И сейчас мы просто скопируем заготовку, которую я подготовил между тегами sidebar, открывающими и закрывающими, между вот этими двумя подсвеченными зелеными divами. Давайте сейчас этот текст возьмем, вы также можете взять его, либо воспользоваться своим чем-то. Вот этот самый код, который я хочу вставить вот на ваших экранах, вон. Я его копирую отсюда, и, соответственно, мы с вами можем выделить все, что находится между, в этом divi-id sidebar, выделяем это, тогда посмотрим, где он заканчивается. Еще раз лучше будем выделять снизу вверх, то есть отсюда поднимаемся вверх, и вот здесь вот, соответственно, удаляем все это, и вот сюда, между этими тегами, сейчас мы вставляем то, что скопировали. Вот, у нас получается такой, куда он менее объемный. Давайте сохраним, сейчас и посмотрим. Вновим страничку, и вот, мы видим, что у нас появилось написать, задайте ваш вопрос, там телефон, например, ICQ, здесь можно писать какие-то новости, указывать дату, какую-то там новость компании, да, важную. Вот таким образом я предлагаю организовать вот эту боковую часть. Так, и что еще? Еще у нас следующий момент, смотрите, у нас сейчас при наведении на ссылку, как бы нет реальной ссылки, а именно подставляется как бы решетка, то есть ссылка идет на ту же самую страницу, в меню. Это как бы неверно, то есть у нас сейчас нет реальных ссылок, поэтому я предлагаю так же прописать, так же с абсолютными адресами. Почему, опять же, об этом я скажу чуть позже, прописываем с абсолютными адресами, сейчас везде, давайте пора ставим заготовки, вот такие вот. Вот, и, соответственно, дальше укажем, в этой странице у нас будет индекс.php, пока что она у нас индекс.html, вот, но как я уже говорил, мы будем с вами использовать скоре уже php и основу скоре, то мы ее переименуем, в общем, дадим ей другое расширение, php. Так, это будет у нас индекс.php, главное, соответственно, страничка вторая у нас будет называться, так, about.php, услуги будут называться service.php, service.php, фото будет называться у нас photos.php, и контакты будут называться contact.php. Так, вот теперь, если мы сохраним, мы обновим, будем наводить, у нас уже подставляются внизу, вы видите, да, правильные ссылки. Ну, естественно, при нажатии на них мы будем попадать на страницу, которую нельзя найти, потому что у нас их еще нет, да, то есть ни одной такой страницы у нас нет. У нас сейчас, естественно, даже нет индекс.php, потому что это у нас сейчас индекс.html с вами страница. Вот, если мы наберем индекс.html, вот, это она, а индекс.php у нас еще на данный момент нет. Поэтому давайте прямо сейчас переименуем данную страничку, дадим ей другое расширение, сделаем ее, чтобы она была индекс.php. Так, мы зайдем в наш проект, нажимаем здесь F2 и меняем расширение.html на php. Так, и сейчас давайте посмотрим, что из этого получилось и обновим. Если мы страничку, то у нас уже индекса.html не существует, да, у нас уже будет существовать сейчас индекс.php. Вот, и клик по главной у нас, соответственно, уже нормально направляет на данную страничку, которая у нас уже существует. Вот, сейчас давайте данный короткий урок закончим. У нас сейчас готова именно одна страничка полностью, шаблон, и в следующем уроке мы уже начнем, в соответствии с нашим планом, разбивать его на логические блоки, и потом на основе уже данной страницы будем создавать новые. До встречи в следующем уроке. Продолжение следует...